Сейчас трудно даже представить, что еще летом совсем рядом с Иловайской школой искусств рвались снаряды. Сегодня о войне в школе уже ничего не напоминает. Здесь опять учатся петь, играть на различных музыкальных инструментах и рисовать. Во время боевых действий здание сильно пострадало, однако это не стало непреодолимым препятствием к продолжению учебы. Работа по восстановлению школы велась непрерывно. Работа была проделана сумасшедшая. Полностью новую крышу нам сделали. Отопление. У нас теперь в классах тепло. В коридоре, конечно, не очень, а в классах у нас очень тепло. Дети занимаются. Мы в состоянии играть без варежек, не то что раньше. В зале у нас тепло. Конечно, нам хотелось бы отремонтировать и большой зал, но он там совсем аварийный. Пока что никак. Пока будем маленьким пользоваться залом. На сегодняшний день в Иловайской школе искусств учатся 115 юных дарований. По словам директора школы Людмилы Волошиной, ребята принимают участие во всевозможных конкурсах – областных, местных, зональных – и часто возвращаются с творческих соревнований не с пустыми руками. Это существенно поднимает престиж учебного заведения. Очень много детей, которые вот сейчас возвращаются и просятся, приходят, только как бы уже конец года. Мы все равно всех берем, раз нам разрешают. Вот очень много желающих, очень много малышей, очень много деток, беженцы ведут к нам, хотят заниматься. То есть у нас наплыв детей просто небывалый. 9 апреля в школе состоялся отчетный концерт, на котором ребята продемонстрировали, чему они научились за год. Помимо, может, и невиртуозной, но вполне вдохновенной игры на фортепиано, душевного исполнения на саксофоне, флейте и скрипке, юные музыканты порадовали слушателей знаменитым турецким маршем Бетховена и погрузили собравшихся в зале в атмосферу заводного ленинградского рок-н-ролла времен раннего Брава. Ак-свы до Ленинграда и обратно до Москвы, для шлини и ограды Москвы.